МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня нас занесло в село Андросово Гагинского района Нижегородской области, отстоящее от Сарова к северо-востоку на 140 километров. Оно знаменито тем, что в нем проживал, ни за что не догадаетесь кто, дед вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Кто-то может подумать, что это предприимчивые местные жители придумали такой оригинальный бренд, подобный тому, что Лужков подсказал властям великого Устюга, мол, назовитесь родиной Деда Мороза, и к вам попрет народ. С Устюгом так и вышло. Но здесь что-то не прет. Да и местных жителей, как оказалось, всего три пенсионера. Однако же прямо на въезде в село располагается памятная доска, на которой также прямо написано, что в данном селе с 1769 года по 1791 года, то есть 22 года, проживал дед Ленина Николай Васильевич Ульянов. И вот на этом доме номер 13 тоже висит подобная табличка. Ну что ж, давайте разбираться по порядку. Богатство Мандросова никогда не выделялось, и жили тут бедно, в основном чуваши. Русских были единицы. Понятно, что при развитом социализме биографию Ленина тщательно фильтровали. Поэтому только в постсоветское время стало известно, что именно в этом заброшенном и всеми забытом сельце начал свою историю род Ульяновых по мужской линии. Достаточно поднять в списки крестьян Андросова за 1762 год, и там можно найти имя Николая Ульянова, сына крестьянина, сбежавшего из одного из сел Нижегородской губернии. А приписан он был тогда к местному помещику Брехову, владельцу Андросова, самый большой в отчине этого барина. Но в 1786 году в Андросове проживало меньше ста жителей. Причем большинство из них составляли мужчины. Женщины были в дефиците. Однако же к концу XVIII века село имело несколько хозяев. Одной его частью заправлял Брехов и Микинин, а другой – Остафьев, Киллорев и Болтина. Так вот, прадедом Ленина был Никита Григорьев, сын Ульянин, дворовый человек помещицы Марфы Микининой. Его старший сын Василий был сначала дворовым человеком капрала Панова, а потом поручика Степана Брехова. Он и стал отцом ленинского дедушки Николая. Ну вот жить-то в этой глуши становилось все труднее, все тяжелее. И поэтому большая часть крестьян сбежала из села. Сбежал в 1791 году в Астрахань и Николай Васильевич. Человеком он был грамотным, и указ Екатерины II о позволении беглым крестьянам не возвращаться к прежним помещикам читал и принял решение на Нижегородчину больше не возвращаться. Теперь мы почитаем списки рекрутского набора города Астрахани от 1837 года. Николай Васильевич Ульянин. У него дети. Василий 14 лет, Илья 2 года. Коренного российского происхождения. Так вот, став в Астрахани мещанином, портным ремесленником, крепостной Николай сын Ульянин, помещика Брехова крестьянин, получил право именоваться Николаем Ульяновым. А дальше читаем еще более интересный факт из его родословной. Николай Ульянов – калмык, жена Анна Смирнова – калмычком. И об этом еще в сталинские годы писала Мария Ташигинян в своей книге «Семья Ульяновых». Но ее тогда не только не издали, а изъяли на целых 22 года. Ибо, по мнению того политбюро, вождь должен быть только русским. И тогда достался от соратников и даже Крупской, чтобы не откровенничала с писательницей. Но та брала факты из архивов, против которых, как говорится, не попрешь. Но, кстати, и это еще далеко не все. Очень много тумана вокруг личности бабушки Ленина. А писатель Владимир Слаухин не без оснований полагал, что по рождению фамилия у нее была тоже Ульянова. И звалась она раньше Александрой. Анной Смирновой она стала потому, что в малолетнем возрасте была удочерена мещанским старостой Алексеем Смирновым. А моложе своего мужа она была, по одним сведениям, на 18 лет, по другим на 25, а по третьим аж на 30 лет. Но мы не станем дальше педалировать эту мутную тему, тут черт ногу сломит. Так или иначе, а в историческом архиве Нижегородской области по сей день хранятся документы, из которых можно узнать, что Николай Ульянов был женат на Анне Смирновой, которая родила мужа четверых детей, дочерей, Феодосию и Марию и сыновей, Василия и Илью. Кстати, Илья, отец Ленина, появился на свет тогда, когда о рождении детей уже, казалось бы, вовсе не принято думать. А его отцу, то есть деду Ленина, Николаю Васильевичу, было 67 лет. Спустя годы Илья с отличием закончит Казанский университет и станет директором одного из училищ Симбирской губернии, а потом и смотрителем всех подобных училищ. Так он пройдет выдающийся путь от крепостного крестьянина до должности, равнозначной генеральской, дающей право на дворянское звание. Что было дальше, многие знают. Знать-то знают, но не все. Кое-какие детали раньше все же предпочитали не афишировать. В браке Ильи Николаевича, заключенным в 1863 году, не с кем-нибудь, а с фрейлиной царского двора Марии Александровны Бланк, впоследствии родится Владимир Ильич. Любопытно, что по материнской линии дворянского вождя мирового пролетариата один прадед был немецким бюргером, а второй – шведским буржуа. А дедушка, то есть отец мамы, был евреем. Здесь впору воскликнуть, как в игре «Что, где, когда». Внимание и вопрос. Кем же по национальности был Ленин? Не трудитесь. Тут намешан сплошной интернационал. Но в анкете делегатов одной из партийных конференций в 1921 году на вопрос о национальности Ленин собственноручно написал «Великорос». И это архиверное решение товарища, как он сам бы, наверное, сказал. Ведь датчанин, Даль, автор знаменитого словаря живого великорусского языка, тоже считал себя русским. И Пушкин, потомок чернокожего Ганнибала, тоже. И знаток русской души, полуполяк Достоевский, тоже. И большинство русских царей, в жилах которых было не очень много русской крови. Но между всеми ними и Лениным разница принципиальная. Пропасть к духу. Под занавес заметим, что будто бы в 1905-1907 годах, находясь на нелегальном положении, Владимир Ильич приезжал на родину своих предков в село Андросово. Но в официальной ленинеане об этом не говорится ни слова. Но то, что корни родов Ульяновых вот здесь, в Андросове, это исторический факт. Что касается внука, то в реальности он, конечно же, сильно отличался от того елейного образа вождя, каким нам его рисовали в советские времена. Никогда не был он добрым дедушкой с ласковым прищуром глаз на подобие Деда Мороза. Скорее наоборот. И его противоречивая личность до сих пор вызывает жаркие споры в нашем обществе. Но, с другой стороны, я не поддерживаю идей ряда либералов и псевдопатриотов о перезахоронении тела Ленина. Неужели они не понимают, что Ленин, даже из небытия, способен расколоть общество, как сто лет назад? А оно нам надо? Поэтому, господа, товарищи, успокойтесь. Нет предмета спора. Он давным-давно захоронен, поскольку его тело в мавзолее находится на три метра ниже поверхности земли. И эту, с позволения сказать, проблему нужно закрыть раз и навсегда. Не надо тревожить мертвых, поскольку у миллионов живых сограждан, буквально сводящих концы с концами на поверхности земли, не придуманных, а насущных проблем выше крыши Газпромовского небоскреба. За исключением, пожалуй, моих субъективных рассуждений под конец очерка. Все остальное, и сказанное, и показанное, это объективная данность. Возможно, для кого-то неожиданная и непопулярная.